Итак, начинается главный поединок Совместного турнира GCC Fight Nights Global Чемпионское противостояние В средней весовой категории Роман Копылов против Исубей Намото Итак, смотрим Исубей Намото На 9 лет старше у него более чем 4 раза больше поединка Но Роман является Непобежденным спортсменом Все бои он завершил досрочно И свою пользу На встречу коротко справа пробивает Роман Тут же и слева еще одна атака Фактически началась борьба за инициативу Пока что Роману Копылову удавалось Жестко встречать левым прямым соперника Исубей Намото присматривается к Копылову Подбирает необходимую дистанцию Мы видим, что Роман совсем чуть-чуть выше своего оппонента Хороший лоу-киг Тот же боковой мадридил уже Исубей Намото Много обманных движений Правой по корпусу В исполнении Копылова Роман работает в стойке левши Правший Исубей Намото Пока такой рабочий хороший темп По корпусу с дистанцией Тут же хай-кик Вот и Исубей Пришелся этот удар блок И пока что изучают Соперники реакцию друг друга На те или иные выпады Еще один очень быстрый флеский хай-кик блок В исполнении Копылова Начинает Роман понихоньку поддавливать Ну и удары справа от Иномото Также часто заходят в цель Справа прямой Разозлился немного Исубей Хай-кик Поддавливает в прыжке Атака со стороны Романа И тычок в глаз Показывает, что был Исубей Намото Рефери поединка Николай Шарипов Смотрим повтор Да, после удара коленом Было движение Но точно совершенно неумышленное Со стороны Копылова Так, смотрим продолжение Намото не потребовалось Много времени для того, чтобы прийти в себя Начинают скандировать зрители Рома Рома В Ситюнхоле И хорошую комбинацию провел Копылов Все, бой закончен Там был удар по корпусу Нет, не очень понятно сейчас Сигнализация от Николая Шарипова Нет, бой продолжается Да, удар на печени был серьезным Опустил руку Намото Супермен патч от сетки Комбинация от швейцарца Хай-кик Продолжает прессинговать Копылов Зажал соперника Он сейчас у сетки Еще одна комбинация Левый по корпусу Не рискует Копылов фронт-кик С разворота Волос Селезенки Мощнейшее попадание Копылов понимает, что ведет встречу Но не взвинчивает ТЭП Не бросается Сохранит холодную голову Да, Роману совершенно не нужно рисковать В этой ситуации Бой он ведет Контролирует ситуацию Плотный миддл-кик Приходится в блок От Инамото Роман вообще один из самых расчетливых бойцов Наверное, в современных смешных единоборствах Обменялись плотными ударами по корпусу Чуть точнее был Копылов Борьбу не удалось зайти Исубея тут же тройка была у Аф Копылова Два удара по воздуху от Инамото Идмойф готов перейти к активным действиям Роман Копылов Лоу-кик мимо цели В исполнении Исубея Сорок до конца первого раунда Выцеливает соперника Копылов И опять держится слева Показал сначала Супермен Панч Со скоком от сетки И получает право через руку Исубея Инамото Нестандартно действует Роман Копылов Все время хитрит и еще один удар плотный Миддл-кик мимо цели Периодически меняет стойки Исубея Пытается Инамото не застаиваться Периодически Исубея выбрасывает удары ногами В которых нет шансов попасть точно в цель Лишь для того, чтобы обозначить дистанцию Не подпустить поближе к себе соперника А вот сейчас прорвался на ближнюю На ударную дистанцию Копылов Дважды попал Роман жестче просто попадает Каждый из эпизодов Еще один обмен на средней И пока что Последняя минута у нас идет Первого раунда В огневой мощи явно Роман Копылов Соперника превосходит Превосходит также в скорости И опять же важно не вымахаться В самом начале Пока с этим все в порядке у Романа Он прекрасно умеет подбирать Выгодный для себя темп Хотя сейчас есть ощущение Что темп, в котором проходит поединок Устраивает и Субея Инамото И Романа Копылова Последние 10 секунд Первого раунда И похоже, что Инамото восстановился От того попадания в корпус Ждем раунда под номером 2 А вот только сейчас 10 секунд Все время контролирует дистанцию на Мото Бьет удары с разворота Но все это, похоже, не особо удивляет Копылова Итак, смотрим продолжение Первый раунд, скорее всего, остался за российским спортсменом Раунд, раунд 2 Вновь центр клетки занимает Роман Копылов Постреливает джебом, идет вперед Подбирает нужную дистанцию И готов в любой момент ринуться в контратаку Или же упредить атаку соперника А Инамото действительно очень опытный и очень хитрый боец Который умеет подобрать ключи Собернику уже по ходу боя И еще на серии от Романа И вновь на дистанцию Не уступает стойке Копылов При этом вот сейчас Инамото пытается перехватить инициативу Но каждый раз, когда подбирается он на ближнюю дистанцию Роман встречает его пулеметными буквально очередями Из собственных ударов Вынуждает вступать раз за разом И субея Инамото Будет ли выбрасывать очередной удар ногой по корпусу? Эта тактика приносила успех Роману Немного заметился все-таки Инамото Джеб точно в цель Очень болезненно на встречу Инициатива сейчас у Инамото Поддавливает он в центре Вот он принял несколько очень тяжелых ударов В начале второго раунда Но все-таки заставил Романа отступать Занял центр клетки Чего-то это заряженность Романа На то, чтобы все-таки завершить эту встречу досрочно И, может быть, где-то чуть излишне заряжается даже Кополова Оба вкладываются в удары по корпусу Двойка навстречу Заходил на удар ногой Инамото Но ударить не решился Молки Еще одна комбинация И точно получился левый боковой У Субе Инамото Правда, вкладываться в этот удар он не стал Дабы не провалиться Инамото действительно Очень неудобный соперник Практически для любого бойца Да, он выигрывает, проигрывает Но, несмотря на это, всегда действует очень расчетливо Стойко И можно считать, что Исюга Инамото Это настоящая проверка для любого молодого спортсмена Несколько раз достал Инамото И перевел акцияхаток на корпус Печень Также была немного повреждена Размет на средней дистанции Сдвоенный мидлкик Оба удара пришли в защиту Но все-таки свою атаку Роман Кополос начать не смог Это только второй раунд А Роман немного замедлился Вот переехать соперника в первом раунде не получилось Теперь уже тактическое противостояние Которое проходит с переменным успехом Правый боковой зашел Практически вот с затылка у Романа Каких мимо цели Флотный стык в центре Снизу попытался атаковать швейцарец Почувствовал темп В котором работает Кополос Исюга Инамото И главное, что начало получаться у швейцарцев Это упреждать атаки Копылова Каждый раз, когда Роман готовится Уже начать свою комбинацию Исюга Инамото Приступает к своим атакующим действиям И таким образом Даже если не попадает То нарушает ход мысли российского спортсмена На сближении здорово Встретил сейчас чемпион Но словно не чувствует все эти удары Винамото Он по-настоящему очень вносливый боец Вновь достал печень Роман Опустились руки у Исюга На левый мидлкик И дважды на сближении Очень опасно и мощно Роман отрабатывал правым локтем Начной раз с разворота по воздуху От претендента Очередная серия ударов на встречу От Копылова Хороший джеб И джебом также отвечает Исюга Инамото Да, очень точно Немного даже отлетела голова у Романа Прекрасная реакция обоих Последние секунды второго раунда И как и первый отрезок боя Эта пятиминутка проходит буквально на одном дыхании И без борьбы Десять секунд Бэкфест По защите получился по большому счету Ну что ж, ждем раунд под номером три Но какая концовка яркая И продолжается поединок Третий раунд Как и в начале боя Аккуратное начало Намота немного застаивается Правый прямой Иисубей тут же по корпусу По Змеиному быстрые хлестки Правый боковой Не сумел нацепить Иисубей Инамото И по-прежнему В правосторонней стойке Левши работает Роман Копылов Рассчитывая на свои мидлкики И дистанционные удары слева Так, гораздо жестче выглядят удары Романа Копло Пытается он одним попаданием решить из ход боя Но Иисубей Инамото никуда не торопится Хороший джеб от швейцарца Кто быстрее устанет У кого быстрее начнут заканчиваться силы Возможно именно это будут ключевые моменты Пытаются замедлить друг друга бойцы На протяжении всего противостояния Там мы видим огромное количество ударов по корпусу И стоит с другой стороны Вот сейчас, причем Иисубей в принципе Как правило начинает свои атаки Именно ударами по корпусу Хорошая двойка сейчас И один из ударов зашел в голого Судя по всему было попадание в пак Намото извинился Но Роману не потребовалась остановка И заметьте, каждый отрезок идет по нарастающей Начинает с разведки с небольшой Затем все быстрее, все мощнее Очередной размен, но в итоге Успел вернуться на комфортное расстояние Роман По-прежнему неплохой тайминг демонстрирует Копылов Пойдет ли борьбу? Нет Удалось свалить ему соперника Но не идет в гард Роман Копылов Предпочитая отойти в сторонку, чтобы позволить Иисубея намото встать Судя по всему в этом бою борьбы не будет Во всяком случае по инициативе Романа Повязать небольшая пауза Близкий раунд Хорошо затопил, особенно слева Роман На встречу очень опасный сейчас был выпад со стороны Копылова Но в последнее мгновение успел поставить блок Иисубея намото Прям такими волнами двигается этот бой Впрочем, как и Роман Копылов Активно использует аритмию Кто усыпляет дидельный соперник Кто взрывается с серией мощных ударов И намото что немного подзабили с руки И намото плотно слева отработал сейчас чемпион Да, и намото в принципе медленнее И он умудряется на протяжении всего боя Как-то компенсировать это отставание в скорости Своей активностью, движение вперед И это как раз очень неудобный поединок действительно Потому что, как правило, и намото был быстрее оппонента Может быть уступал в других каких-то вещах Но не в скорости Да, причем, судя по всему, удается Иисубею читать Романа Копылова Другое дело, что не всегда он успевает За его действиями Провалился Иномото и получил правый боковой в голову И по корпусу плотно И все было по правилам Не был удар в пак Вынуждает уйти в партер Нашел себе силу для того, чтобы вновь выйти в центр клетки По-прежнему финти что-то придумает Иномото, но чувствует себя все более и более некомфортно Ох, какая вертушка навстречу от Копылова Она чуть-чуть была вскользь Да, это спасло Исубея намото Вы видите, что уже не так много сил действительно у швейцарца 10 секунд Супермен патч от сетки, да еще и апперкот добавил Исубея И третий раунд заканчивается Начинается четвертый раунд Первая защита титула Романа Копылова Очень тяжелый бой для Романа Против крайне неудобного, прекрасно выученного, техничного и тактически грамотного соперника И при первом же сближении по корпусу здорово Роман попал Правый джеб также вбил в голову оппонента Исубея намото все чаще меняет стойки Граммана скрывает правый снизу Иномото Уже несколько раз этот удар нашел С разножки по защите все видел Копылов И здесь на уклоне тоже было неплохо Роман взял паузу в начале раунда и взрывается вновь серия ударов Поспешил уйти на безопасное расстояние Пауза в исполнении Копылова продолжается Но мы знаем, что в любой момент он готов взорваться Леский лоу-кик Опять неплохо Перехитрил Копылов Вложиться в удар не получилось только Ну что ж, полторы минуты четвертого раунда позади Будет ли немного повышать темп все-таки в этом отрезке, Роман? Оказывается, Копылов сейчас в роли первого номера Преследует соперника Активно пытается отбиваться Не позволяя себя зажать в угол Исубея намото Мы видим, как много ударов выбрасывает швейцарец Но почти ничто не попадает в цель Смотрите, все время угрожает левой ногой Роман Но все никак не выберет момент для атаки Пауза от Романа затягивается И превращается в такой своеобразный антракт Уже к экватору приближается четвертый раунд И он опять близкий В отличие от третьего и первого Да, но здесь Копылов очень серьезно сбавил обороны Хорошо, сейчас удар в разрез справа И медалки Наконец-то Тут же атака от Инамото Эпизодически Инамото молотит просто по воздуху Здесь Джеффа неожиданно Тай Копылов постоянно держит соперника в напряжении Причем неважно, выбрасывает он удары или нет Постоянно прессингуют Ртушка по касательной прошлась по корпусу Исубея намото Устали оба Сейчас это видно Удар в локоть снизу Да, причем мы знаем после поединка Яира Родригеса и корейского зомби Насколько опасными могут быть эти удары локтями Колено в прыжке Не зашло У претендента А у чемпиона удар был также по защите На встречу джеб И начинает отступать Исубея намото Публика реагирует Приходится швейцарцу прижаться сейчас к сетке Есть! И падает! Падает Исубея намото Это нокаут ударом по корпусу, друзья! Продолжение следует...